Привет всем новичкам и матерым игрокам! Много от кого слышу и вижу, что человек не настреливает по волку и не получает плюшек, но проблема не в самом событии, а по большей части в том, что вы не знаете как правильно убить волка, попросту часто умирая. В этом видосе вы узнаете немного грамотной тактики, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Также не забывайте о моей группе вконтакте и дискорд канале, в которых вы первыми будете узнавать о новых видео и просто общаться с единомышленниками. Все ссылки на соцсети в описании. Ну а с вами Старина Бурбон, погнали! Событие вышло примерно неделю назад, когда разработчики предложили игрокам новое событие «Утолить жажду бензином», на котором вам был представлен киберпес, за убийство которого вы получали ценные плюшки. Все бы ничего, но без доната вы не сможете залутать это событие полноценно, так как с каждого волка падают донатные патроны и аптечки со стопроцентной вероятностью, на которые у вас попросту не будет места на вашем складе. Поэтому милости просим задонатить обязательно на VIP и класть все в донатный инвентарь. Хвалить или осуждать разрабов за это? Тут у каждого свое мнение, но да ладно, видео не об этом, смотрите до конца. Параметры босса. Уровень у него постоянно первый, имеет 10 миллионов здоровья, за событие может дать максимум до 100 тысяч опыта, денежное вознаграждение 200 тысяч жетонов, которое делится на каждого игрока в зависимости от нанесенного урона. Полные характеристики босса оставлю на стене в контакте, переходите и смотрите. Кибернетический пёс появляется в нескольких локациях, про эти локации я уже говорил, это болото, восточка, побережье и коровка. Скажу по секрету, вы со стопроцентной вероятностью сможете залутать после этого видео целых два киберпса. Следуйте моим словам и все будет хорошо. В событии должно участвовать минимум 20-25 человек. Если вас меньше, просто забейте и не тратьте время. Инженер в пати обязателен для всех классов, кроме старалы, он еще сможет выжить, если руки не кривые. С собой иметь минимум 1к патронов, стимы и хил гранату. По билду навыки кидать в ловкости в силу, для увеличения веса и чтобы бегали как у Сейнболт. Волк появляется в 22.30 игрового времени. На болоте он появляется недалеко от пещеры с медведями и вплоть до лешего. Респ сохраняете у лешего или тоннели. На побережье появляется в районе мамаши и вплоть до рыбацкой деревни. Так как восточка, территория ЧЗ, то конфетам там рады, я считаю, не будут. Поэтому собираемся ЧЗшниками на блокпосте примерно за 2 часа игрового времени до события. А это примерно в 20.00, потому что пока кто-то дела свои сделает, пока закупятся, поэтому собираемся заранее. Как только все собрались, встать нужно в квадрате Ай-9-4. Так как волк может появиться в квадратах Ай-8, Джей-8, Джей-9, Л-10, К-10. Так как вы будете стоять примерно на пересечении этих квадратов, то и волка вы не пропустите. Кричите всем ШУУХЕЕР и погнали бить волка. Самое главное, что вам нужно знать, чтобы получить плюшки, это стрелять в событии, то есть в самом кругу. Если вы будете настреливать вне круга события, ваш настрел по боссу идет в пустую и вы нихрена не получите. Желательно играть за старалу, так как много хп и больше патронов можно взять с собой. Хантам очень сложно настрелять, разраву их просто выкинули в событии за борт, так как урон по аннигиляторам в зачет не идет. Плюс мало хп, плюс за один выстрел всего полтора к, как у старалы в это время уже будет 3-4к урона с зажима. В общем ханты, простите, но тут вы дно. Наемники тоже мало настреливают, но тут уже терпимо и у них больше шансов. Так, появился пес. У него есть определенное количество фаз, примерно их 5-6. Когда сносите босс около 10-15% хп, то он меняет фазу и в процессе добавляет новую атаку с последующей сменой места дислокации. Как только он появился, у него есть первостепенная маленькая броня. Сносится быстро, после уже поступает отличный урон. Первая фаза. На начальной фазе будет всего 3 атаки. Долгие ракеты, быстрые ракеты и купол. Атака шокером пассивная, она постоянно когда в рядом. Как только по боссу стал поступать урон, он выпускает долгие ракеты. Они медленно поднимаются вверх и после уже летят в игроков. Минус в том, что за счет того, что они летят очень высоко, вы на них не обращаете внимания. Как только они поднялись до пиковой точки, летят и бьют в толпу. Если будете поднимать глаза выше, то сможете уменьшить вероятность попадания по вам. Одно большое замечание. Никогда не бегайте толпой. Вторая атака. Быстрые ракеты, которые также летят в толпу. Сами ракеты наносят по 800-900 урона. И так как старал очень жирный и плюсом получает на 24% меньше урона, для него это не проблема. По другим классам будет идти урон уже от 1000. Если у вас мало хп, прожимайте аптечку, стим и кидайте хил гранату. И возможно выживете. Третья пассивная атака. Когда он пробегает возле вас, то бьет шокером примерно по 120 хп за один тик. Если будете стоять близко, вы труп. Поэтому вам нужно отбегать подальше от него. Близко не стоите. Небольшой лайфхак. Чтобы узнать на какое расстояние раскинется купол, можно узнать по электрозаряду. Если внимательно смотреть. Купол. С этой атакой он бежит в толпу с последующей активацией энергетического щита. Который вы никакими снарядами не пробьете. Вокруг купола он наносит всем по 300 плюс урона за один удар. Поэтому как только купол поставлен, нужно отбежать метров на 100 от него. Дабы не умереть под градом обстрела. Повторюсь. Не бегайте толпой. Меньше шансов умереть большому количеству игроков. Это все его атаки на первой фазе. Киберпес бежит преимущественно в гущу игроков. Начинает сутулиться, кастуя купол на фазе. Это вам еще один лайфхак. Как не попасть под обстрел. Он сутулиться. И под ногами на 1-2 секунды появляется свечение. Плюс дает разряд ближайшим игрокам. Сразу убегаете. Чем дольше бьете волка, тем больше атак будет на фазах. Тем меньше шансов выжить. Поэтому чем больше игроков, тем лучше. И это разрабы не учли. Если у вас в реальной жизни утро или неглубокая ночь, то смысла нет его бить, так как онлайн невысокий. И вы начинаете просто скитаться по обычной рутине. Как только вы снесли боссу примерно 10-15% хп на первой фазе, он меняет место события. Повторяюсь, ваш урон засчитывается только если вы стреляли по боссу непосредственно в кругу события, а не за ним. Круг событий переносится, значит идет смена фазы. Садимся на скрэмблер и едем до следующего места. Во второй фазе к предыдущим атакам добавляется новая атака. Пес выпускает высокий яркий луч. Это сигнал, что скоро появятся аннигиляторы, примерно на том же месте, где этот луч выпустил волк. Их появляется около 7-8. Они наносят по вам урон лазером и вешают дотку на урон от огня. На них в большей степени забивают, так как при смене места события эти дроны остаются на месте, а вы от них просто уезжаете за волком. Но в лучшем случае я советую по возможности их уничтожить, так как у вас нет лишнего хп, которое в любой момент может и без того закончиться. Благодаря вашей невнимательности причем. Как только на фазе он ставит купол, и одновременно с этим меняется место события, не ждите его и едьте на круг. Он сам к вам прибежит. И еще раз повторюсь, чтобы настрелять и получить плюшки, нужно находиться в кругу события. Третий раз повторил для особо одаренных. Началась третья фаза. На этой фазе при выпуске луча, начинают появляться гренадеры. Они наносят по 240 урона старателям и чуть больше остальным. На них тоже обычно забивают, но лучше сразу убивайте все, что мешает выполнить события. Как только вы снесли боссу около 35-40% хп, он вызывает шокеров. И все, кто находится на событии, просто обязаны, повторяюсь, обязаны сначала убить этих самых шокеров. Так как в тот момент, когда они рядом с киверпсом, вокруг босса образуется постоянный защитный купол, который будет восстанавливаться по кд, пока не убьете шокеров. Сами мобы М2, и когда они рядом с вами, то бьют достаточно больно. Началась четвертая фаза. Тут добавляется еще одна новая атака. Мы назвали ее фейерверк. Обнаружить, что за атакой не проблема. Волк начинает сильно искриться, и тот участок, на который он поворачивает своей железной мордой, начинает тотально обстрелил метров на 100. Также есть рандомная атака. Она появляется либо на четвертой, либо на последней фазе. Это когда аннигиляторы пускают плотные светящие лучи в ряд. Уйти от этих лучей почти невозможно. Вы можете выжить, только если пробежите между этими аннигиляторами и получите плюшку в минус пол хп или умрете. Лучи эти идут также туда, куда посмотрит волк. Будьте осторожны. На последней фазе, когда у киберволка остается 30% хп, добавляется новая атака. Появляются вертолеты, и рандомно атакуют бомбами игроков примерно по 300 плюс хп. Как говорят, если попасть по ним ракетой, дают достижение. Дальше идет полный рандом по атакам. Он может вызвать как аннигиляторов, так и гренадеров или шокеров. Может ударить любой атакой. Нужно вам быть лишь немного внимательней, и тогда вы и плюшки получите, и не умрете. Иногда бывают моменты, когда босс застревает в текстурах, и тогда вам халявный урон пойдет. У меня есть откат. Единственное, единственное, как он может выбраться, это телепортнуться. Да, кстати, крайне редко, но бывают моменты, когда он начинает уклоняться от ваших атак. Настолько резко и быстро, что по нему просто не попадешь. Но это бывает. Последняя фаза самая сложная. Тут все рандомно он делает. Добили за 9 минут, молодцы. По луту позже. После восточки бежим скидывать полученный лут и закупаться заново, так как нас ждет еще один волк, который появится в 0.0.30 недалеко от Тихона в квадратах А12, Б13, С13 и Б12. То есть в одном из них. Про МТВ не забывайте, иначе много кто будет умирать. Следуйте фазам, про которые я вам рассказал, и выживете. По луту, который вы можете получить, есть определенная таблица, на которой есть вероятность выпадения той или иной пылюшки. Эту таблицу я оставлю на стене в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании. На ней будет указано, с какой вероятностью упадет спешл, амулеты и так далее. Переходите и смотрите. Самая ценная сволка, это амулеты. С них вы получите полноценный аирдроп, но без золотых слитков и титанового порошка. Патронов будет у вас завалить, аптечек донатных хватит на год игры. Шмоток Кайтедж тоже сет можно собрать, но для этого надо 20-25 человек, плюс знать про фазы, и какие атаки у босса, инженера, и кучу патронов. Также падает обычный спешл. В учетку его никак не положить. Как вызвать амулет? Нужно жмакнуть по правой кнопкой мыши и использовать. Дальше с синим амулетом вы превращаетесь в электрошокера. Можно выполнить квест побережья на борьбу с симбионтами. А с зеленым можно вызвать папашу и выполнить пве квест клана. Дальше на это место падает аирдроп. Если амулет не используется, то просто походите немного по округе и близко к респу. Призыв не зависит от игроков рядом и от времени суток. Как я сказал, таблица с вероятностью выпадения будет на стене в ВК группе. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. С вами был Салена Бурбон, не прощаюсь. Бурбон! Бурбон! Бурбон!